Девушки отдыхают 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 У нас вообще всё в порядке. Тут у нас ещё есть, смотри, зарплата. То есть 150 баксов, которые мы выплачиваем сотрудникам. И за обслуживание нашей домашнике. Итак, открываем следующую вкладочку. И вау. Так, это у нас квартира, в которой мы и так уже живём. Но мы можем её прокачать за 60 баксов. За 60 баксов. Вау. Квартира номер 2, видели какая? То есть мы можем вот вместо вот этого трейлера поставить прям настоящую такую будку. И жить в ней, я правильно понимаю? Так, а чё ещё можно тут прокачать? Вау. Можно прокачать склад. А ну-ка, если мы... Ну, склад на самом деле пока нет смысла прокачивать. Потому что контрабанда у нас так или иначе всегда в него помещается, да? А чё ещё? Можно тюрьму прокачать. Вау. Вот это прикольно выглядит, а? Вместимость 5 человек уже можно будет туда поставить. Вот это вообще кайф. И всё получается, да? То есть мы можем с вами прокачать квартиру. Можем прокачать с вами склад. И можем прокачать с вами тюрьму. Давайте мы, наверное, прокачаем для начала квартиру. Потому что склад пока что у нас всё вмещается. В тюрьме у нас ещё более трёх человек вообще никогда не было. Поэтому начнём. Давайте, пожалуйста, с квартиры. Потому что квартира влияет на комфорт и качество нашего сна. Что потом влияет на нашу работу. Всё, квартиру прокачали. А если ещё... Вау. Слушай, нехиленький такой домик у нас потом будет, а? Ну, у нас с вами не так уж много денег осталось. 1800 долларов. Поэтому давайте посмотрим. Так, что мы можем прокачать здесь? Мы можем... Постовой Максим. 350 баллов. У-у-у. Нифига. То есть у него после прокачки... У него оружие автомат появляется. И здоровья становится больше, да? Так, а если мы прокачаем вот этого, у него тоже... Ну, то есть, да, я понял, как они прокачиваются. Постовой Максовик. Счастливый победитель национальной жилищной лотереи 75-го года. К сожалению, плохие стандарты строительства привели к тому, что здание обрушивает в результате погибла вся его семья. Пытаясь снова устроить жизнь, переехал в карикадку, где нашел работу в полиции. Короче, нам нужен чел, который будет постоянно охранять не склад, а именно тюрьму. Чтобы никто не устроил побеги. Постовой Новик. Когда ему было 6 лет, его родители арестовали за оскорбление власти. Доносно КВВ написал их сосед всего на 100 акаров. Затем его воспитывал его дядя, сержант полиции. Став взрослым, он решил пойти по его стопам. Ну да, здесь, в принципе, ты каждого прокачиваешь, у них просто появляется больше КП и автомат оружия, получается, да? И всё. Ну, давайте, ладно. Ладно, вот, может, вот этого прокачаем, а? А чё мы, если его прокачиваем? Погоди, то чё мы получаем? Ничего не получаем. А реально, а почему? А, мы можем купить его, да? То есть, он у нас будет именно на вышке стоять. Ну ладно, давайте по столу Максима прокачаем, да? Джейза за 350 баксов. И теперь у него будет автомат. Вот это я понимаю, укрепление базы у нас, ребята, по полной программе. Ну и давайте, наверное, по столу Максовича тоже прокачаем. И чё ещё? Обновление, может, ещё вот этого прокачаем? Просто я чё переживаю? Если так же будет продолжаться нападение на нашу таможню, то это реально проблемно. И чем больше у нас оборона, тем быстрее мы будем с этим справляться. Тем более, там реально, там, мне кажется, после того, как мы с вами выбрали сторону правительства, и эти бандосы, они будут всё чаще и чаще нападать на территорию нашей таможни. Поэтому нам с вами нужно приготовиться прямо-таки по полной программе. Всё, мы прокачали трёх бойцов, трёх сотрудников на нашей таможне. И я думаю, нам это поможет. Так, чё мы можем ещё с машинами сделать, да? Мы можем её... Вау! Мы можем её прокачать! У неё максимальная скорость... Смотри, растёт! И выносливость тоже... А что? Выносливость машины? Это типа, как я понимаю, износ машины, скорее всего, да? Вместимость 25, заключённая 5. Ну, блин, прикольно. Так, ещё... Вау! Мы можем купить эту машину за 1200 долларов, соответственно, да? Но денег у нас, к сожалению, нет. Так, чё у нас ещё? Вау! Вау! А вот это прям офигенно! Самая большая полицейская машина на службе полиции. Первоначально предназначалась для подавления уличных беспорядков. Модифицирована для нужд пограничников, для перевозки заключённых и грузов. Вот это, дорогие друзья, то, что нам нужно. Вот мы, мне кажется, нам надо продать нашу буханочку и купить вот это. Вот это было бы реально круто. Чё-то ещё... А, всё, это только три типа машин, да? Ну что ж, дорогие друзья, я приступаю... Я предлагаю приступить нам к службе, соответственно, да? И в следующий раз мы уже с вами, наверное, прокачаем ещё раз квартиру. И тем самым у нас будет намного лучше жилищные условия. И мы будем отдыхать намного больше, восстанавливаться намного быстрее. И всё такое. Так, по снаряжению у нас с вами всё имеется. Патронов у нас ещё дофига. Поэтому мы наконец-то готовы с вами приступать к нашей работе. Ну что ж, дорогие друзья, поехали! Давайте заезжайте сюда, дорогие водители. Давайте, 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 давайте. Так, давайте-ка глянем, что у нас по сводке новостей. Эмбарго на товары, опись грузов. Ну, по-моему, ничего не менялось у нас, соответственно, да? До сих пор мы с вами не поймали контрабаниста под номером 5, которого 41 год, соответственно, поэтому давайте-ка проверять. Ну что ж, здравия желаю, вас беспокоит капитан Олег Кофи. Представите-ка свои документики, пожалуйста, и мы вас быстренько осмотрим. Так, сумочку какую-то с вами провозим, да? Два багажа ещё вижу. Ну что ж, давайте смотреть. Кумар, Камар Тимиров. Давайте смотреть, соответственно, имеется. Номер паспорта сейчас быстренько чекнем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Королевство РК, серьёзно? Ну что ж такое это-то? Так, причина въезда туризм у нас получается, да? Мешок цемента две штуки и багаж три штуки проводим. Ну что я могу сказать? По фотографии мы с вами... Да, подходим, на удивление подходим. Ну что ж, давайте... Я реально, я пересматривал предыдущий ролик. Там несколько моментов было, где я реально пропускал контрабанду. Я вообще не понимаю, как я мог пропустить её. Учитывая тот факт, что я реально всегда максимально пристально наблюдаю за всеми этими деталями. Так, ладно, давайте всё это, наверное, опись груза сейчас быстренько сделаем. Всё это быстренько выгрузим. А чего? А чего? Сейчас мы всё проверим. Ты погоди. Сейчас мы, конечно, всё с тобой проверим. Так, ну в багажнике, по крайней мере, всё чистенько. Пока ничего, никакой контрабанды не наблюдается. Давайте пока внешне машину проверим, чем залезать внутрь, да? Прежде чем залезать внутрь. Ну здесь вообще, по-моему, всё чистенько, да? Ну-ка здесь быстренько проверим. Ну тут же здесь, вроде, никаких знаков таких, да, очертительных нету. Контрабанды пока не замечаю. Поэтому пока всё нормально. Ну да и погоди, погоди. Я же знаю, что ты что-то скрываешь. Ты так или иначе уже не проезжаешь. А может, ты из королевства Эркейн, но мы 100% должны проверить машину. Капшивка, всё ничего. Здесь всё хорошо, здесь всё отлично, здесь всё прекрасно. Здесь у нас ничего не наблюдается. Ну, пока, пока всё хорошо. Пока всё хорошо. Осталось лишь только проверить, так сказать, грузик. И дальше давайте смотреть. Так, копить груза делаем. Раз, два. Два мешка с цементом. Два багажа. И ещё один багаж сумка. Так, ну вроде всё сходится. Давайте откроем чемоданчики. Быстренько проверим. Но тут ничего нету. Так, на сумке никаких у нас отчетительных знаков нету. Что у нас контрабанда переводится? И мешки цемента у нас тоже. С ними всё в порядке. Так, и того, что мы имеем. Так, где у нас подтверждённый груз? Два мешка цемента. Два мешка цемента. Три багажа. Три багажа. Да, с этим у нас всё в порядке. Итак, отчёты досмотры. Имя, фамилия, совпало. Срок действия, паспорт. Давайте ещё раз проверим. Номер паспорта совпало. Фотография совпала. Опись груза совпала. Правила въезда, к сожалению, не совпадает. Так, а ну к Максимову сюда иди. Поработай немного давай. Загружай обратно всё в машину. Давай, давай, давай. Младший сержант. То есть ты прикинь, мы его реально прокачали. А у него теперь другое звание совершенно. Так, верните-ка в машинку свою соответственно, да? Здесь мы всё закрываем быстренько. Здесь всё, давайте, дверь с вами закроем. Ну, слушайте, контрабанды никакой нет. Это же не знак контрабанды, да? Вот, вот, вот в углу. Ну-ка. Да, это не знак контрабанды. Да, да, всё нормально. Я уже перепутал. Я уже испугался на самом деле. Так, ну что мы с вами делаем? А ну-ка, дайте-ка документики ваши ещё раз. Сейчас быстренько проверим. Так, значит, срок действия парта 28 апреля 81 года. Так, а сейчас 24 апреля. Значит, всё совпало. Единственное правило въезда мы нарушаем и всё. Но, к сожалению, пропустить мы вас не можем. Поэтому въезд вас запрещён. Так как вы из королевства Эргей. Простите меня, извините, но правила есть правила. И они работают абсолютно для всех. Так как мы с вами... О, кстати, погоди. А дайте-ка, я даже не посмотрел на хату свою новую, да? Лавочка у меня появилась, и гляню, а. Блин, вау. А это другое дело. 130 долларов, дорогие друзья. Идеальный досмотр. Блин, кайф. У меня теперь кухонька появилась тут, а. Телевизора не хватает. Вот телевизор, бубу, вообще было бы реально кайфово. Ну что ж, как говорится, подавайте нам следующего. Погнали. Слушайте, ну вот какова вероятность, что он на своём гигантском этом грузовике будет провозить контрабанду прямо сейчас, а. Здравия желаю, капитан Олег Куфи. Добро пожаловать на таможню, Арик Акаракатки. Ну что ж, давайте, смотрите, предъявить... А давайте сначала поторгуемся. О, жесть. Я вам реально говорю, мы водку с вами купили очень дорого. Очень дорого. И мы с какой серией уже не можем избавиться от неё. Это же вообще приколисты какие-то, реально-то, а. Так, я слышал, что королева лично заказала эту партеру уже. Она больше всех ненавидит акаров. Не понял. И чего нам с ним делать? В смысле, королева лично заказала эту партию оружия? Не понял, погоди. Так, ладно, давайте смотреть. Артур Михаилов, да, давай сверяем. Соответственно, имеется. Номер паспорта LP-P2. Ну, по идее, соответственно, имеется, да. Срок действия паспорта, мне кажется, не истёк. Нет соответствия. Ну, братишка, ну шо ж такое-то-то. Ну как так-то-то? Так, и дата, срок действия паспорта у нас 17 октября 81-го года. А это у нас, соответственно, также имеется, да. Соответственно, что мы с вами имеем? Окей, подтверждён отчёт о досмотре. У нас уже срок действия паспорта истёк. Мы уже не можем его пропустить. Но чё-то мне не нравится, что он нам там чё-то про оружие сказал. И, походу, он реально висёт какую-то контрабанду. Поэтому давайте-ка проверять. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, братишка, а. Оставьте меня в покое. Но как так-то, а? Из машины выходим быстро. Давай, 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 давай. Возьмите эти деньги и пропустите меня, окей? У-у-у-у-у-у-у. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Спасибо, но взятки мы не берём. Как и говорил я, взятки мы не берём. Нет. Мы работаем. У-у-у-у-у-у-у-у. Ой-ой-ой, сколько же, ой, сколько всего Провозим-то, а Отлично, отлично, замечательно Слушайте, мне это нравится Мне это реально нравится, я прям кайфуюсь С этого, так, давайте-ка смотреть Дальше, ну давай быстренько это все Выгрузим, соответственно, да, быстренько все это проверим А я не знаю, я уже, мы как бы арестовываем Сто процентов, осталось лишь только Контрабанду оставшуюся найти, если она имеется Конечно же, да, так Здесь у нас все в порядке, здесь у нас Все, вот еще, отлично, да Так, еще раз, давайте проверим, здесь у нас Ну, вроде все в порядке В багажнике ничего в капоте не перевозим, да Ну что, выходим из машин, соответственно Выйдите, выйдите, быстренько, быстренько Взятку он нам еще предлагает, а нет Мы не такие, мы взятки Не берем, нет, 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 нет Вам надо было на другую таможню Понимаете, а, где взятки сто процентов полагается Так, а тут что у нас Ооо, ну как в бардачке оружие Там можно прятать, а тут до чего Ну капец вообще, а Так, что еще тут проверить можно с вами Ну, по-моему, вообще ничего с вами тут не имеется Да, вам все проверили В обшивке тоже ничего нету Здесь вроде ничего нету Никаких отличных знаков у нас там не имеется, да Да уж, гражданин Зря вы, зря вы, конечно, оружие проводите Очень зря Единственное, что меня смущает Что он сказал про какую-то королеву Что она перевозит этот груз, да Вот, а, это как история с тем чуваком Которого мы пропустили в прошлый раз Но это была добрая история А тут вообще непонятно какая, реально Так, ну в сене, в стоге сена, по-моему, ничего нету у нас, да А если мы с вами сломаем стог сена Что-то вообще Блин, сломалось Инструменты новые Но вообще знаков никаких нету Что контрабанда тут вообще в целом имеется, да Поэтому я думаю, что мы можем Это все как бы сдавать обратно, да Но в целом мы уже сажаем этого чувака 100% Ну вот здесь контрабанды я вообще никакой не наблюдаю Никакой не вижу Ну-ка здесь Не, ну реально нету никакой, а Видите, да Ничего такого нету Так, ладно, иди сюда Доступно новое месяц на помешательство Готово к операции Товарищ, мы только что получили вызов На срочное вмешательство Конечно готов Конечно готов Перестрелка Наши сведомительные сообщаток Готовящие для нападения Банда американцев на отдел полиции Помогите защитить отдел Конечно Доберитесь на место Прежде чем истечет время Помогите своему отделу Устранить угрозу Высокраждение 800 Конечно принимаю 5 минут у нас есть Так, гражданин Вы арестованы, соответственно Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Всё, оружие перевозим Контрабанду перевозим Нам такое не надо Всё, а теперь быстро Пулей просто Сейчас быстренько камеру заброю Летим Так Ты смотри мне внимательно Чтоб никто не сбежал отсюда Понял, да? Я тебе действительно работу взял Всё, так Теперь с вами просто гоним Просто, ребята, летим Так, Максимов, иди сюда Машину отгони быстренько И груз тоже забери свой И всё, ребята Так, Максимов, сюда подойди Покиньте Всё Всё, быстренько Почистим тунду досмотра Всё Загладывал оставлять тебя здесь Молодец Прибрался, молодец, красава Так, ну чё Нам на самом деле можно по дороге Вы, кстати, ребята, писали Что где-то есть калитка А-а-а Реально калитка есть, оказывается А-а-а Чё мы делаем? Я предлагаю Блин, а на оружие нам не хватит Никакой новой, да? Ладно, поехали Тогда на этой тачке В целом патронов на пистолет У нас с вами дофига А может контрабанду Давайте реально контрабанду Ещё возьмём с собой Ну, чтобы нам реально Ни туда-сюда не мотаться Сейчас быстренько контрабанду возьмём Довезём туда-сюда Ну, чтобы реально не мотаться туда-сюда Я думаю, это правильное просто решение Так, чё у нас там? А у нас вообще ничего, оказывается, нету, да? У нас ещё на складе лежит Очень много патронов Ну, контрабанда у нас вся находится у нас Поэтому, как бы... Ой, а чё я взял? Ну, нормально Нормально, так тоже нормально Всё, ребята, двигаем, соответственно В сторону полицейского участка Где сдадим контрабанду И постараемся защитить их От нападения багитов Ну, что ж А вот и полицейский участок Здорово, мужики! Под Богом приехал! Ну, нифига себе Как вас тут много-то, а? Так, ладно Давайте из тачки выходим, соответственно Берём волыну в руки Погнали! Давайте, мужики Вперёд! Откуда? На 12 часов контакт Не вижу пока никого Помогите своему отилу Страньте угрозу Оставьте противники 20 мужиков надо Вижу! Вижу! Пацаны! Я иду, парни! Давайте, прикрывайте меня! Я помогу, мужики! На! Так, ладно 300 патронов у меня Ехать Нормально вообще, а? Я не понимал, как стрелять с этого пистолета Он реально очень странно пристреляет На! Ну, вот как? Вот как в голову прямо стреляет, а? Вот очень... Э-э-э-э-э-э-э-э-э Так, осталось 17 Осталось 17 На! На в голову! На в голову! Но подожди Тут мастер Аима работает Куда ты там пошёл? Стоять не рыбаться! Мужики, ошибку совершайте! Не на тех, кто пали! Так, они приближаются. Они подходят всё ближе и ближе. На кого? На кого? На, по голове! Так, ладно, вижу. Так я же в голову прям стреляю. Как так-то, а? Как они не умирают, а? Мужики, держим позицию! Давай, 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 давай! Осталось 11 бандитов. Перебегает один! Как я не понимаю? Просто бред какой-то. Реально, тут балистика, оружие какая-то. О! Мужики, прикройте! Парни! Так, ладно, нормально, 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 нормально. Так, вот это вот... Сейчас, секунду, парни! Прикройте огнём, пожалуйста! Перебегаем, мужики, прикройте! Так, ладно, сменяли позицию. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо, нормально Оооооо Граната Вы чо делаете вообще? Нет Чо, да граната Нормально вообще? Слабовато Слабовато, очень слабовато Фух Вернитесь к работе 5 минут Ну чё, мужики, мы справились, красавчики-то все, а? На програничном переходе ждут приезжие. Вернитесь на пост, чтобы продолжить работу. Конечно, конечно, конечно. Слушайте, ну вообще, я не хотел последнего добивать, потому что вы в комментариях писали, прежде чем закончится вот такая вот атака, лучше не убивать последнего, чтобы можно было залутать как раз таки трупы. Потому что когда ты убиваешь последнего, все эти трупы исчезают. Ну чё-то в моменте меня одолело, понимаете? Вот это вот адреналин, соответственно, да? Я уже наконец-таки хотел поквитаться с этими бандитами и всё остальное. Вот опять же, интересно было бы посмотреть, как бы вообще повлияло решение, ну наше второе, если бы мы приняли сторону бандитов, да? Как бы оно повлияло вот на такие вот ситуации. По идее, мы бы должны были находиться с другой стороны, правильно я понимаю, да? И уже не защищать полицейский этот участок, да, полицейские отделения вот это вот, а нападать как раз таки на него. И помогать как раз этим бандитам или наоборот мешать нашему отделу. Вот, очень интересно, как бы это всё менялось ещё в корне, так или иначе, да? Потому что, опять же, я читал комментарии, и пока никто не писал, как будет влиять то или иное решение. Ну что ж, дамы и господа, мы отправляемся обратно на нашу доможню. Уже граждане нас там ждут, соответственно, да? Пора возвращаться к работе. Ох, вот он, друзья, дом, милый дом, как говорится, а? Вот, знаете, это та самая работа, на которую, правда, очень приятно возвращаться. Ведь тут с возвращения, вот особенно вот из-за этого, каждый раз, когда ты приходишь, тебе говорят, с возвращения от товарища. Но где ж такое было-то, на какой работе такое было? Ну что ж, граждане, добро пожаловать на нашу границу, на нашу таможню, Саишан, давайте, давайте, давайте. Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вас беспокоят капитан Олег Кофи, продавите свои документики. Итак, сравниваем. Мой Мушурин был водителем в Белом Голубе. Я не верю, что такие великодушные люди могли поддерживать бандитов. Это чушь какая-то. Ммм, действительно чушь какая-то, интересно, да? Да-да-да-да-да-да. Так, срок действия, 12 мая 81-го года, давайте смотреть датра... Ой, подожди, не то сравнил, секундочку. Так, соответственно, имеется, отлично, причина въезда туризма. Так, давайте посмотрим, срок действия у нас паспорта истёк, не истёк, отлично. Так, ну, единственная проблема, он едет у нас из Королевского РК, поэтому давайте-ка смотреть. Соответственно, имя, фамилия совпало, срок действия паспорта совпало, номер паспорта попал, фотофотография, фотография... Фотография у нас паспорта совпала, опасть грузов у нас также совпал. Ну что ж, давайте смотреть, что мы с вами перевозим И перевозим вообще что-либо Так, здесь у нас Ну вообще он ничего не перевозит же, да? Ну по идее мы можем его тогда пропустить Опять же, если он не переводит Свою контрабанду какую-то, да Сейчас мы это дело быстренько проверим Ты не думай, голубок, что мы тебя отпустим Ты рано радуешься, подожди Если сходятся ещё все информации по документам То это ещё ни о чём не говорит Если у него бампера нет у переднего, да То есть уже какие-то повреждения на машине имеют Соответственно, да Так, здесь у нас всё в порядке Здесь у нас ничего незаконного не имеется Здесь у нас отлично, всё хорошо В багажнике тоже всё хорошо Так, ну неужели всё прекрасно у этого водителя? Неужели всё хорошо реально-то, да? Сейчас быстренько машинку вашу проверим Да не запачкай мы тебе сиденья, а? Я только сегодня, думаешь, принимал ты чего? Слушай, ну вообще всё чисто, всё прекрасно Да глянь, ни одного, ни одного этого получается Метки контрабанды не имеются у нас Бардачка в машине нету Значит, в обшивке тоже ничего нету Удивительно вообще, а? Фары у нас работают, всё работает Ты глянь, а? В обшивке я рано ничего Так, ну ладно, гражданин Что я вам могу сказать? А может подорогуемся с вами? Ну кто-нибудь может купить у меня водку Уже, пожалуйста, ну серьёзно-то, а? Так, опять же, а что тогда смотрим? Значит, ничего не нарушаем? Да Ничего не перевозим? Да Можете проезжать Хорошей вам дороги Досмотр замершён На этом всё Всё, въезд разрешён Хорошей дороги Хорошей вам вам дня До свидания До свидания До свидания До свидания, да Здравствуйте Ну что ж Варлик и Якубов Давайте сравнивать Соответственно, имеется Номер паспорта у нас Всё в порядке Срок действия паспорта у нас Ещё не соответствует Ага Срок действия паспорта у нас Давайте проверим Соответственно, имеется Также у нас передвигается Из королевства Эркей Может, подоргуем? Давай посмотрим Может, водку купишь у меня, а? Блин, ну вот реально Может, продать всё-таки За 64 Но он не покупает водку Он покупает пачку кофе У нас даже ничего этого нет Так, хорошо Значит, по документам Чего мы с вами имеем? Значит, у нас что? Отчёт от досмотр Значит, хруст действия паспорта у нас По фотографии у нас Всё идеально Всё похоже Ну, давайте смотреть дальше Здесь у нас ничего нету Так, ну осталось лишь Только тачку-брычку Проверить, соответственно, да? С этим колесом всё в порядке Здесь у нас так же Всё в порядке Ничего незаконного Ничего примечательного Здесь Ничего не наблюдаю Ничего не вижу Всё в порядке Да-да-да-да-да Так, с этой стороны На этом колесе тоже ничего нету Никаких отличительных знаков Странно Чё-то как-то очень много То катрабанды есть То нету Вы уж определитесь Там реально-то, а? Так, ну и здесь тоже ничего Смотри Так, а внутри у нас Машинки Чё-нибудь есть? Да ну не запачкаем Да шо ж вы такие Все лапочки-то, а? Так, ну здесь тоже ничего Здесь тоже всё в порядке Сиденья, обшивки Ничего Сверху ничего На потолке ничего На сиденьях Ничего нету Ну всё Тогда получается Чё, можем пропускать гражданин Так сказать В добрый путь, как говорится Да? Контрабанта не нашли Ничего незаконного Не перевозим Ну всё Двигать получается С вами можем Всё Насмотр завершён На этом всё А подожди Стой, 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 стой Какой-то, какой Срок действия паспорта Чуть ошибку не допустил Сам же забыл Что срок действия паспорта Истёт Ну чё ты Погоди Ты не угрожай капитану Да капитану не угрожай Так Ну давайте Последнего гражданина Сразу запускаем Чтобы как бы Не тянуть резину Не тянуть время Ну чё, Максимов Как оно на службе-то вообще Нормально всё Хорошо там, а? Ну что Здравия желаю, товарищ Давайте смотреть Документики, пожалуйста Предъявите Что смотрим-то Документики давайте, да 130 баксов Идеальный досмотр Так Вот, пожалуйста Всё должно быть в идеале Белый голубь Многие годы Помогал моим землякам Никакого оружия Там не было Ваша партия лжёт Чтобы продолжать Ослаблять мою страну Интересно Вот Уже не первый человек Нам говорит что-то Про белый голубь И как я понимаю Всё это благодаря тому Что мы с вами встали На сторону правительства В прошлой серии Скорее всего Именно так Блин, интересно Что с этим в итоге Белым голубем-то Да, вот я не понимаю Все говорят Что мы поддерживаем Этот белый голубь Хотя, типа Он вроде норм Хотя, короче Надо будет реально В этом разобраться Так или иначе Проверяем паспортные данные Срок действия паспорта Давайте сверяем Соответствие имеется И срок действия Значит паспорта Также мы проверяем Соответствие имеется Да Окей Ничего пока не нарушаем По фотографии У нас сходство имеется Давайте проверим На контрабану Мужичок Сейчас быстро Секундочку Осталась просто Небольшая проверочка Так сказать После чего Можем тебя уже Отпускать Так Здесь у нас Ничего Ну мне кажется У него ничего не будет На самом деле Вот по нему Прямо видно Что добрый человек Понимаете, да Так, здесь у нас Что-то Ну то я как Говорил вам Понимаете, а Ну ничего Вообще нету Никакой контрабанды Так, бардачок Бардачка нету Во вшивке Ничего не имеется Поджобка Ничего у него не было Здесь все В порядке Соответственно Да Задний ряд Проверяем Ну здесь тоже Все у нас Отлично Все, мы можем Пропускать Этого гражданина Получается, да Опять же Давайте А что-то досмотрим Все идеально Все хорошо Ну что ж Вернитесь в машину Соответственно И можете двигать дальше Хорошего вам дня Соответственно Куда вам пошел Э, в машину говорю Э Нет Ну только не говори Братишка Что ты забаговал А, все Слава богу Я подумал Что он сейчас Забагуется И мы на этом закончим Так, а Досмотр завершен Приятной вам дороги Хорошего вам пути Сады Можете отправляться Пой До свидания До свидания До свидания Слушайте Нормально У нас 2300 Сейчас даже 2500 Баксов будет Отлично Ну может С вами Да Вот пожалуй И на сегодня Все Так Давайте сразу Я думаю Что мы должны С вами сделать Надо погрузить Так сказать С этого Заключеного Соответственно Да А то что он тут Сидит один Одинешенька Давайте как ребят Мы его отвезем На исправительную работу Ой блиин Я такой тупой Что я наделал Что я наделал Я забыл Что их отпускать Можно Блин Ай 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 Постовой Максович Ты ничего не видел Понятно А да Ты ничего не видел Господи Какой я тупой Я нажал не на ту кнопку Я просто нажал не на ту кнопку Поторопился Слегка Вот вам моя невнимательность Ребятки Так Служебный телефон Давайте-ка еще Может в аду Вызовите Снабжение 200 баксов Получается Это выезд Мы могли вообще Вот так вот сделать Блин Ну ладно Нам пока оружия не надо Я бы на самом деле Давайте Может еще что-нибудь прокачаем Может домик наш прокачаем Ну За 1300 долларов Я думаю Это вообще будет кайф Ну Давайте наверное прокачаем дом А ну-ка Вау Ну следующее обновление дома За 2 косаря Это конечно Очень интересно Так А тут даже Винтовка 75 баксов Слушай Вообще нехило так А Ну а все остальное Пока нам нет смысла прокачивать От соло вообще Пока что соответственно Да Так ну что ж Погнали поспим Ребята Приступим к новому дню Ну блин То что мы выпустили заключенного И потеряли 50 баксов Это конечно реально очень грустно Ой мы сирену забыли выключить Ну ничего страшного Блин ну хата выглядит конечно Очень Очень надежно А Прям очень уверенно И скамейчка Теперь по-другому выглядит Ну-ка внутри Вау Ну телевизора не хватает Все равно тут у нас Календарик соответственно Телевизора реально не хватает Вот прям до полного комфорта Ну что дорогие друзья Приступаем к следующему Дню соответственно Рабочему да Блин ну как Мы с вами ублажались С этим заключенным Конечно А ну улучшения получается Да Или погоди Зарплата сотрудникам 150 баксов Да Мы еще выпустили Случайно Ну как можно Я не знаю ребята Я вообще не просю Себе эту ошибку Ну серьезно Как можно было Просто его выпустить Скажите пожалуйста Ой ладно 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 Ничего страшного с кем не бывает. Ну что ж, мне безумно интересно посмотреть, что нас будет ждать в новом. Нет. Да, давай-то не ясно. Вчера генеральный секретарь подписал закон о всеобщей трудовой повинности. Не понял? Однако есть профессии, которые в нашей стране уже не нужны. Вы найдете их список на информационном щите. Не понял, погоди. Технический контроль. В рагах исследов... Дождите, стоп, надо прочитать. Ну-ка. В рагах исследования пограничного движения, проводимого центральным статическим управлением, пограничники обязаны проверять техническое состояние транспортных средств. Однако следует помнить, что плохое техническое состояние автомобиля не является оставанием для отказа на въезд. Вау! Вот это интересно! И список ненужных профессий. Новый закон о трудовой повинности вводит правила въезда в страну. Каждый приезжий, устраивающийся на работу, должен иметь действующую трудовую книжку. Кроме того, запрещается допуск лица следующими профессиями. Художник, учитель, журналист. Офигеть! Это новые правила у нас вводятся, получается, да? Так, давайте еще почту быстренько проверим, глянем, что у нас там вообще интересно. Так, для поддержания нравственности молодого поколения, решением партии вводится всеобщая трудовая обязанность. Правильность. За каждым гражданином будет закреплена профессия, которая позволит ему жить достойно и в достатке. При этом, в связи с невостребованностью в некоторых профессиях, установлен список ненужных профессий, которые будут регулировать уровень занятости в некоторых отраслях экономики. Представь создает новые рабочие места. Во время вчерашнего визита делегации Королевской РК Королевы Хайлана лично сменилась перед Игорем Акаром за последний инцидент. Представь милостно решила снять эмбарго на товар из Королевы... О! Отменили эмбарго! То есть теперь мы можем пропускать людей, я правильно понимаю, да? Получается, да! Если я правильно понял эту газету, то по идее теперь мы можем пропускать абсолютно всех из Королевства РК. Опять же, если, конечно же, они не переводят контрабанду, получается, да? Так, что мы с вами имеем? Нет бамперов, повреждения автомобиля, нет бампера. Тут у нас часть регистрационного номера ФСИДЖИ. И тут у нас возродители 48, да? Угу. СИФИДЖИ. А это у нас ФСИДЖИ. Ладно, так или иначе, давай, смотри, добрый, добрый, добрый день. А вы, знаете, такого похожи? Вы похожи на художника, ага. Давайте-ка документики ваши посмотрим, глянем, что он нам расскажет. Так, Республика Кагастан. Трудовая книжка у него есть, профессия журналист. Выдано... Блин, как это же проверять-то всё, а? Так, давайте проверяем. Соответственно, имеется профессия журналист. Сырок действия у нас проверяем. Соответственно, имеется, да? Разрешение на въезд, то также всё проверяем. Блин, очень круто то, что вводятся новые правила и новые критерии по въезду в нашу страну. Это реально классно, и это усложняет нам условия нашей работы. Так, журналист, а мы с вами не можем пропускать журналистов, да? Трудовая книжка. Кроме того, запрещается допуск лиц со следующими профессиями. Художник, учитель, журналист. То есть журналистов по работе, если он передвигается по работе, да, мы с вами пропустить не можем. То есть профессия журналист, причина въезда работы. То есть пропустить мы его с вами никак не можем. Я правильно понимаю, да? Так, имя, фамилия совпало, срок действия паспорта совпало, фотография у нас совпала, опись груза совпала. Всё у нас с вами... Так, подожди, это мы точно... Подожди, вот это... Подожди, вот это мы точно с вами проверяли, да? Всё, соответственно, имеется, да? Так, повреждение автомобиля. Вау! Спущены шины, разбиты окна, разбиты фары, нет зеркал, нет бамперов, дефекты у кузова. А как там дефекты у кузова проверять? Хорошо, давай смотреть. Начало на контрабанду с вами проверим его, соответственно, да? Так, но фары пока что не разбиты. Всё у нас здесь, всё в порядке, соответственно, да? Ничего незаконного пока что не перевозим. Знаков контрабанды пока что никаких не имеется. Так, здесь у нас тоже, по-моему, всё в порядке. Ничего запрещенного мы не перевозим. Здесь у нас тоже всё отлично, всё замечательно, всё прекрасно, да? Так, осталось только внутреннюю составляющую машинку проверить. Блин, ну вот эта работа теперь реально усложняется. Её становится просто намного больше. Так, здесь у нас всё в порядке. Задний ряд проверяем. Обшивку салона. Наверху у нас тоже ничего нету, соответственно, всё. Здесь у нас всё окей. Так, по-о-о, по вот этому мы с вами всё прошли, здесь всё окей. Разбитых фар я не вижу. С задней стороны тоже их нет. Нет зеркал. Зеркала у нас есть. Нет бамперов. Бампера у нас имеются. Дефекты у кузова. Вот как дефекты у кузова проверять? Типа это вмятина должна быть какая-то или чё? Ну, дефекты у кузова я никаких тоже не наблюдаю. Ну что ж, мы его, к сожалению, всё равно пропустить не можем. Так что, братишка, прости меня, пожалуйста, но, к сожалению, пропустить себя в нашу страну мы не можем себе позволить. Новый указ говорит на то, что раз ты едешь по работе, раз ты журналист, то, к сожалению, пропустить мы тебя никак не можем. Стой, погоди, отчёт досмотры забыл указать, да? Блин. Да, забыли в отчёте от досмотры, наверное, указать это. Ну ладно, мы всё равно с вами приняли правильное решение, по идее. Но то, что мы не указали его о досмотре в отчёте, это, наверное, вам спишется немного, да? Это будет не идеальный осмотр, а хороший осмотр, я правильно понимаю, да? А ну-ка! О-о-о-о! А чё не так-то, погоди, стоп! Правила въезда, ну? Неправильный отчёт досмотры. Вы должны указать хотя бы одну действительно причину для отказа въезда. Вот! Про это я и говорил. Да, вот это я и забыл указать. Ну потому что новые правила, ребятки, понимаете, да? Ладно, хорошо, с этого момента ни одной ошибки. Как-то вообще в эту тачку поместился. Скажи, пожалуйста. Ладно, давай смотреть. Документики, пожалуйста. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай смотреть. Так, быстренько проверяем. Это правительство окончательно сошло с ума. Ещё вчера я выступал в театре, а сегодняшнего дня должен работать каким-то сторожем. Такое я получил распределение. Блин, ну вообще вот это грустно. Реально, ну то есть людям не дают просто развиваться, ну как бы им запрещают заниматься, чем они занимаются. Это реально странно. Так, это мы с вами проверили номер паспорта, быстренько проверяем. А чё, ну быстренько проверим. Ага, срок действия паспорта у нас, соответственно, имеется. Карт гражданина. Соответственно, что у нас? Не показывается вообще ничего. Мешок цемента две штуки. Мы ищем средства. Акористан, чё, быстренько проверим, получается, да. Так, ну, срок действия всё в порядке. Дата рождения. Ой, погоди. Не-не-не-не-не-не-не. Не то проверяем. Вот это проверяем, сверяем. Отлично. Так, давайте быстренько машину на наличие проверим. Возможно, контрабанда какой-то, да. Чисто. Дефект имеется, старее. Разбита. А подожди, а где указывать? Так, ладно, хорошо. Разбитая фара есть. Здесь... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, разгружаем. Только обращайтесь с этим осторожней. Конечно же. А как иначе-то, а? Так, вот это тоже быстренько всё разгружаем. Угу. Так, здесь у нас что-то есть. Здесь у нас никакой контрабанды. Здесь у нас всё в порядке. Здесь у нас ничего незаконного не наблюдается. Здесь у нас тоже всё в порядке. Здесь всё хорошо. Так, давайте-ка внутренние составляющие машины проверим. Угу. Ага, 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 ага. Так, ну, ничего нету. Всё в порядке. Вообще-то всё отлично, всё прекрасно, всё замечательно. Здесь тоже отлично. Здесь тоже хорошо. Ну, не, вообще ничего нету, смотри. Всё прекрасно. Всё отлично, всё замечательно. Так, ну, хорошо. Давайте проверим, соответственно, груз. И уже после этого будем принимать решение. Так, это у нас раз мешок цемента два. Тут у нас с вами багаж. Пустой багаж. Ничего незаконного в нём внутри нету. Соответственно, да. И вот здесь у нас ещё два моющих средства. Всё. И здесь у нас тоже никаких знаков контрабанды не имеется. Здесь у нас тоже никаких знаков контрабанды не имеется, да. Так, ну чё. Давайте досмотреть. У него разбитая фара. Задняя, правая, да. С шинами всё в порядке. Окон разбитых я не вижу. Давайте туда присаживайтесь. В машинку присаживайтесь. Верните в машину, да. Соответственно, мешок цемента две штуки. Моющих средств две штуки. Отчёт этот смотрит. Подтверждённый груз 2-2-1. Багаж 1-2-2. Остальное, да. Кстати, всё в порядке. Соответственно, вот. Значит, нет бомберов. Разбиты фары, разбиты окна. Ага. Вот это у нас есть. Разбита одна фара. Или это тоже за фару считается? Раз-два. Это же тоже фара, по идее, да? Да. Здесь у нас... Ну, здесь в порядке, да? Ну, тогда смотри. Фары разбитых две штуки ставим туда, получается, да? Если... Ну, вот это раз-два. Это у нас не горит. Это белая, значит, ну, наверное, разбита тоже, да? Так, дальше. Что у нас? Спущенышин у нас нету. Нету. Блин, ну это кайф. Это прикольно вообще. Мне всё больше и больше нравится эта игра. Разбитых окон у нас не наблюдается, да? С этой стороны нет. С этой стороны нет. С этой стороны нет. А, нет зеркал. Зеркала у нас... Ну, вот с этой стороны нету зеркала у нас, да? Получается, мы... Ну, да, одну штуку мы ставим. Да, да. А, нет бамперов. Бампера у нас... Ну, вот с этой стороны бампера нету, да? Да, нету бампера тоже одной штуки Дефекты на кузове Ну, по-моему, нету никаких По-моему, никаких вмятий у нас не имеется на этой машине Или погоди А ну-ка Да, не, вроде всё в порядке Так, ну чё, в итоге, что мы имеем? Имя, фамилия у нас, а фотография, кстати, фотография у нас Блин, я не знаю, мне теперь так сложно проверять даже одного человека Учитывая, сколько всего, сколько информации Нужно запомнить Так, имя, фамилия совпало Срок действия паспорта проверяли Номер паспорта проверяли Фотография совпала Опись грузов совпала Правила въезда не нарушаются, а ничего Ну, мы тогда его можем пропустить Я правильно понимаю, да? Надеюсь, что мы с вами сделаем сейчас всё правильно Очень надеюсь А-а-а А, подожди, документы уже полынули Так, а чё, всё Всё, да Всё отлично Всё А чё тут досмотрим? Мы с вами всё указали Всё Давайте-ка его отпускает, наверное, да? Ну всё, вот теперь мы точно готовы его отпустить И, по идее, въезд ему разрешён Обязательно, я не знаю С новыми правилами игра кардинально меняется Нужно присматриваться вообще ко всему Я не знаю, разбитая вот эта фара или нет Я не знаю, должен ли быть у этой машины вообще, в принципе, передний бампер или же нет Бумаги в порядке А ну-ка, что мы указали неправильно? Разбитые фары? Два... Ну блин! Я ж не знал, разбитая фара действительно или же нет? Ну она была белая, другая была красная Ну типа, ну как? Я тоже на это поднять, скажите, пожалуйста, а? Так, ладно, давайте-ка нам следующего, соответственно Ну слушайте, усложняется игра просто в разы Я вам серьёзно говорю Это прям жёстко! Это прям реально... стоять тебе говорю как застрадишь ты какой а еще и дтп там создал ну тупица просто на что я могу вам сказать а быстро двигатель заводим и поехали давай сам убрался далеко уехал братишка да уж конечно но все арестуйте беглеца тупица вася просто ну как вот скажите пожалуйста арестован конечно только просто он даже далеко не уехал как без вернитесь к работе на погрешно переходишь тут прежде я бы не ой 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 а мы с вами а я юника хорошо так отлично мы одну контрабанду с вами нашли вторую контрабанду с вами нашли отличный просто прекрасно бампера у него не было да одессе нас впереди что то есть я так и сразу понял что он контрабанда вот прям сразу понял что так хорошо а эти мы можем о ее отлично так и вот тут сейчас да тут смотри сколько переводит а сумасшедший просто человек то глянь офигеть просто вообще так надо еще внутри быстренько все про ой 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 блин нож нужен да она жата с вами не это то блин может быстренько за инструментами давайте быстренько в магазин влада съездим инструменты купим а то ребята упускать такую возможность соответствия хотя нет я знаю блин на 200 баксов терять не давай реально до магазина вот доедем нам должно хватить времени мы должны успеть до магазина влада вернуться обратно залутать все контрабанду соответственно да короче сейчас все будет ребята на мази не переживайте я что нам с вами надо купить ой блин на место то не а подожди а мы можем быстренько в машину положить все это не я давай глянем проверьте склад осмотреть а ну-ка а ну-ка ой хорошо отлично прекрасно замечать так самое главное чтоб никто не своровал соответственно дело а то будет очень плохо так здорово еще раз в ладос адрес ученого сами надо купить на сами 100 процентов нужно в нож купить вот этот нож да самый дорогой давайте купим вот сюда отлично это хорошо надо виллу купить сто процентов да и я думаю ледоруб можно хотела дать топор купить пожарного этого нам будет целом достаточно и но давайте еще на всякий случай нож купим да ну чтобы ну на всякий случай у нас был ну все вот теперь мы с вами точно готовы возвращаться обратно времени у нас еще две минуты я думаю мы сами успеем нет 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 ну блин ну это прям фигня какая-то реально мы торопились ездили специально инструментами чтобы по приезду тут ничего не было серьезно ну капец вообще не так из нас так и произойдет елки-палки то сирену выключи ну капец я так торопился специально были на ну ладно ничего страшного не расстраиваемся это наши трусики наши трусы да да смотри сохнут стоят ладно ребят ничего страшного успеем еще контрабанда поймать сто процентов я вас уверяю самое главное то теперь у нас точно есть инструменты их очень много поэтому тут у нас как бы в это с этим все в порядке будет ну что ж драйве желаю соответственно давайте давайте такой документики важно быстренько сейчас все проверим так ну пары по пока не вижу ничего такого странного ну что у анкил униан сады за трудовая книжка о по а имя уже не сходится ты глянь а имя то не сходится у нас ты посмотри учитель бы на а чё это у нас учитель с фальшивыми у нас номерами по этой документами чё такое у нас скажи пожалуйста ооооо шаш такое то а шаш такое это ну как так то да так тут соответственно у нас имеется а вот тут уже не имеет поемке палки то ты где документы такие покупал скажи пожалуйста, да? Что соответственно, не соответственно это везде у нас тут, а? Срок действия паспорта проверяем. Так, фотографии у нас. Фотография хотя бы сходится-то, а? Ты глянь, просто посмотри. Объединённое ралли. Ты глянь, имя, фамилия не сходится. Срок действия не сходится. Номер паспорта не сходится. Хотя бы фотография сходится. Так, копись груза, правила въезд. Ну что ж, давайте осмотр начинать, соответственно, да, машинки? Ну ты уже, братишка, не проезжаешь. Сам это прекрасно понимаешь, да? Уже, к сожалению, тебя никак пропустить вообще не можем. Так, ну разбитых фар порядки, с ними всё хорошо. На колёс никаких у нас знаков, контрабанда не имеется. Так, здесь у нас всё в порядке, вот здесь ничего такого нету. Здесь тоже всё хорошо. Здесь у нас тоже всё отлично. Здесь у нас... Вроде нету контрабанда никакой, да? Но именно внешне. Внешне, если посмотреть, то как бы ничего такого нету, да? Так, проверочка, проверочка, проверочка. Так, ну что, давай внутри проверим, соответственно, да, братишка? Так, бардачок пустой. Здесь у нас всё пусто. Здесь у нас всё отлично, в обшивке проверяем. Ничего нету. Здесь вообще всё отлично, всё хорошо. Ну как так? Ну документы-то у кого покупал? Скажи, пожалуйста, да? Ну реально, ну столько ошибок, ну столько несходств, это для чего? Так, ну машину проверили. Да? Да. Так, давайте-ка смотреть. Соответственно, что у нас? В фотографии сходят, стопить грузов, он ничего не приводит. Правила въезда он тоже ничего не нарушает, за исключением того. Вот это надо отметить, потому что он учитель. Да, учителей мы, по-моему, не пропускаем. Да, да, учителей мы с вами не пропускаем. Так, соответственно, тем более, что у нас там у него не сходятся вообще документы. Груз он никакой не переводит, а что-то досмотрит. Спущенных шин я не вижу. Да, спущенных шин нет. Да, разбитые окна. Разбитые окна, их, по-моему, тоже нету. С задней стороны всё в порядке, с передней стороны и с боковой тоже всё в порядке, да? Разбитых фар я тоже не видел. С ними тоже всё в порядке, с ними тоже всё хорошо. Дальше что у нас там? Нет зеркал. Зеркала у нас есть. Бампера у нас раз, два, есть. Дефекты кузова. Дефекты кузова, 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 кузова. Их, по-моему, тоже нет. Ну что ж, товарищ, к сожалению, не пропустить вас никак не можем. Нарушаете очень много правил, соответственно, да? Вот. Поэтому вернитесь в машину, и въезд вам запрещен. Это, во-первых, учитель документа не сходится и... Да. А что-то досмотрим, мы с вами указали, что он заехать не может. Давай, 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 давай. Иди отсюда. Так, и сразу же следующего давайте заводим сюда. Сразу следующего сюда пропускают. Ну, надеюсь, что с этим мы с вами не предугадали и сделали всё абсолютно правильно. Как бы, по идее, указали всю правильную информацию. По идее. Ну-ка, давайте-ка смотреть. Здравия желаю. Давайте-ка документики сразу свои. Ага, спасибо. Ну, давай, пожалуйста, только вы не допустили ни одну ошибку. Да! Идеальный осмотр. Наконец-таки, блин, а. Так, давайте-ка смотреть. Джонас Волк. Джонас Волк. Этот новый закон просто кошмар. Они прислали работать к нам в шайту каких-то мальчишек. Если я не приеду туда в ближайшее время, может случиться трагедия. Пропустите меня быстрее. Сейчас проверим, погоди, всю информацию, а уже потом будем пропускать. Соответственно, имеется срок действия, проверяем имя. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, что ж такое-то-то, а? Что ж по документикам-то, а? Фотография не сходится, кстати, ты смотри. Фотография, а что туда смотреть фотографии не сходятся? Вот, кстати, я недавно задумывался, знаете, о чём? Я недавно летал в Питер и увидел фотографию та, которая у меня в паспорте. И борода у меня там выглядит совершенно по-другому. Но в целом, ну вот, посмотрите, если присмотреться, лицо-то, форма лица похожа, борода только различается, усов нету, да? И вот я подумал тоже вот про эту игру как бы в этом моменте, типа, блин, у меня на фотографии я выгляжу тоже немного по-другому. Потому что другая борода, у меня там козлина такая бородка была, я там ещё толстенький был, всё остальное. И как бы я выиграл вообще совершенно по-другому, как это проверять. Но, типа, ладно, тут как бы не сходится, реально не сходится. Так, что у нас? Им фамилия совпала, да? Номер паспорта совпал, фотография не совпала у нас, да? Опись груза, давайте смотреть. Так, контрабанда у нас есть или нету, а? Сразу говори на берегу, пока не нашли. А то ж потом хуже будет, братишка-то, а? Так, здесь всё в порядке. Здесь всё хорошо. Здесь тоже всё отлично. Но на удивление пока всё нормально. На удивление. Но это погоди, это пока. Это пока от капитана Олега кофе ничего не уйдёт. Так, что перевозим? Мгм, ничего, да? Так, давай-ка смотреть. В обшивке ничего нет. Всё в порядке. Всё хорошо. Так, давайте тогда кузов проверим. Так, секунду. А ну-ка дверьку откроем. Всё в порядке, да? Так, здесь тоже всё отлично. Здесь тоже всё в порядке. Это лишний. Да какой лишний-то, а? Я ничего не переношу. Ммм. Так, здесь всё в порядке. Здесь всё отлично. Верхняя обшивка тоже всё хорошо. Слушайте, но на удивление он действительно походу ничего не переводит, соответственно, да? Но, к сожалению, по документам я никак его не могу пропустить. Так, но у него так или иначе трудовой книги нету. Да? Да? И он едет... Ну, он тем более в Акаристане, как бы, да? Националист. Поэтому, что? Правила въезда он никаких нарушает. Трудовой книги у него никакой нету, соответственно, да? Дефектов у нас, да? Давайте, ладно, что-то досмотрим. Дефекты быстренько. Спущенные шины. Раз, два. Так, здесь нет спущенных шин. Здесь тоже нет спущенных шин, да? Но, к сожалению, всё равно мы вас пропустить никак не можем, потому что фотографии не сходятся. Срок действия паспорта истёк. Поэтому, извините, но пропустить вас не можем вообще никак. Так, просите, пожалуйста, но да. Да потому что фотография другая. Срок действия паспорта истёк. Вот поэтому я вас пропустить никак не могу. Уж извиняете, да? Простите, извините. Слушайте, ну я надеюсь, мы с вами правильно всё сделали, что не пустили этого гражданина, соответственно, дальше надеюсь очень сильно на это. Но, по идее, мы с вами сделали всё правильно. Да, мы не должны были допустить ошибку, как было это в первый раз. Да. Ну-ка, 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 и... А ну-ка! Ай, хорошо! Идеальный досмотр! Это мой последний. Теперь вы можете заняться своими делами. Так, нам надо отвезти контрабанду, соответственно, да? Давайте посмотрим на складе. На складе у нас, по-моему, вообще тоже ничего не было, да? Ну и заодно давайте на склад быстренько выгрузим, соответственно, то, что нам вообще не нужно, да? Проверьте склад. Чего нам не нужно? У нас слишком много патронов на пистолет. Давайте пока это тоже выгрузим. Мешок картошки тоже это... Короче, не буду это продавать. Реально просто лишнее, да? А патроны для ружья тоже давайте выгрузим. У нас их пока что вообще нет. Пожарный топор давайте тоже один выгрузим, потому что это нам не нужно. Нож мы тоже давайте выгрузим. У нас один есть. Ну и в целом всё. Мы можем с вами продолжать работать дальше. Так что поехали. Так, а заключённого к вами не имеется, да? Да. Так что всё. Можем выдвигаться, соответственно, дальше в сторону полицейского участка. Быстренько выгрузим контрабанду. Поедем обратно домой и уже наконец-то поспим. Так, здорово, мужики! Здорово! Быстренько выходим из царки, соответственно, и сдаём всю найденную контрабанду. 164 доллара. Вот теперь мы точно можем выдвигаться в сторону дома и смотреть, что же нас будет ждать в новом рабочем дне. Вот теперь мы наконец-таки можем поспать и наконец-таки можем отдохнуть. Итак, день номер 10. Правильный досмотр 3, неправильный досмотр 1. Да, допустили одну ошибку сегодня, друзья, но, к сожалению, нужно играть теперь по новым правилам. Поэтому к ним нужно было просто привыкнуть и понять, как это дело работает. Так, купленные инструменты 275 баксов, содержание собственности 100 долларов, зарплаты сотрудникам 150 баксов, содержание автомобиля 15. Итого минус 184 доллара, но так или иначе накопление у нас за сегодняшний день 914 баксов. Ну что ж, 10-й день, дорогие друзья, наконец-таки новый рабочий день. Как давно мы с вами этого ждали. Так, у нас новая почта, давайте быстренько прочитаем. Обрушение шахты! По меньшей мере, пятеро шахтёров погибло в результате обрушения подземного туннеля в угольной шахте. Глыбой этим утром, бригады спасателей пытаются достать из подзавала 12 человек. Кроме того, на помощь пострадавшим направилось более тысячи жителей. На данный момент точные причины трагедии... Нет! Нет! Это всё из-за нас! Серьёзно! Это всё из-за нас! Из-за того, что мы не пропустили того человека, из-за того, что документы у него... Так я не знал! Блин! Ох, ребята, мы с вами блажали сегодня по-крупному, прям по-настоящему, прям по-крупному так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Короче, я понял, каждый раз, когда приезжают к нам вот такие вот люди, их реально надо пропускать. Когда речь идёт о жизни других людей, нужно 100% бороться, принимать и заправедливостью пропускать их, даже если с документами у них не всё в порядке. Так или иначе, друзья, мы учимся на ошибках и будем дальше принимать уже точно правильные решения. Ну что ж, я предлагаю на этом сегодня закончить нашу очередную серийку по прохождению такой игрушки, как Контрабан Полис. Я надеюсь, вы уже поставили лайк и, конечно, подписались на канал. С вами сегодня был, как всегда, Капитан Олег Кофе. Огромное спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. На этом сегодня всё, друзья. Всего на скорой встрече и всем пока-пока!